так это мастер посмотрим кто лидирует в количестве этих просмотров you ready i'm ready как дела друзья всем привет давайте общаться в тик токе ноль вообще людей мне кажется этот аккаунт надо выйти отсюда и в другой зайти где побольше народу но в любом случае мы пока здесь посидим и выскочу добрый-добрый так посмотрим сайт все равно instagram вот этот мастер-тур он лидирует сай коуч игорь ким короче что-то нифига не лидирует игорь ким псы и кожи так как дела родные так ну-ка давайте тиктоки поменяю еще пока мало народу для эфиров нужно сюда нагонять побольше я думал мы посмотрим тот аккаунт просто это вроде подпорченный аккаунт но все равно здесь 48000 подписчиков здесь больше отзывы ну-ка посмотрим я думал эти карты не работа смотрю они говорят правду на самом деле здесь знаете в этих картах так картах нет никакого волшебства или чего-то это метафорические карты это чисто психологические психологического уловка в этом нету там тоже где-то татару карты чтобы за херняк это нихера не тару карты это метафорические карты это чисто психология и многие психологи этим пользуются и как выяснилось картинки в общем еще еще даже фрэйк пользовался картинками это еще оттуда началось то в комментарии пишут некоторые психолог это не мужская профессия блять все отцы основатели психологи мужики ни одной там женщины не было но я во всяком случае не знаю да но такие карл юнг зигмунд фрейд этот потом как его эриксонская школа да вот этот вышла потом то еще там короче дохрена и все психологи мужики а женщины всех им кажется что они залезли в чужой доме им кажется что хозяин дома залез в их дом как быть умом понимаю что благодарна должна быть маме но сердцем какие-то претензии письма прощения как никак пока вы говно из себя не вытрясите ничего не изменится понимаете ничего не поменяется с сильным проблем Но психология появилась из-за женщины, мне кажется. Потому что этому Карлу Юнгу и Зигмунду Фрейду их жены, наверное, мозг вытархали. И Карнеги, кстати, мужик, да? И они придумывают целые теории, как с вами, сука, бороться. Почему все думают, что муж миллионер? Потому что вы себя так ведете, наверное. Я так думаю. Вы себя так ведете, и поэтому... Так же? Особенно этот, как его? Карнеги думает. Да, как она меня достала. И он целую теорию придумал, как дружить. А мужики, видимо, мозг не трахают. И поэтому психологов, женщин, ну, таких вот, которые прорубили себе дорогу психологии, их мало. И мы их не знаем. Но отцы-основатели – это мужики. Месяц переезжаю в новую квартиру, не могу переехать, потому что ты недостойный этой квартиры. И у тебя, короче, ну, мозг не принимает пока этого. И как только ты примешь эту квартиру, ты, ну, как бы сможешь. Темы эфира, как всегда, нет. Кто там с комплексом отличницы, короче, вам будет, вам всегда со мной тяжело, потому что я весь бардачный. Тут, вон, мы помиримся с супругом или нет. Откуда я знаю? Это, ну, это, это не гадание, короче. Это, ну, метафорические карты. Скажите, пожалуйста, излечим ли бар? Бар – это что такое? Я не знаю, что это такое. Дэйл Карнеги не ушел от жены, проще теорию разработать. Ну, вот. Тут происходит ничего. Я психолог, и просто это метафорические карты. И мы пока просто общаемся. Что вас ждет впереди, я не знаю, это не так работает. Это, короче, вы видите карты, поэтому вы думаете, что я там бабка-гадалка или детка-гадун. Дед-гадун. Вот, я не дед-гадун. Вот, поэтому На работе болел, я решил уволиться. Уволилась, хорошо. Ну, здорово. Карты метафорические. Сейчас объясню, как работают. Мы с кем-то уже работали. Хотите попробовать, да? Выходите там в прямой эфир. У всех проблемы одни и те же. Про похудение все знаю, но нету сил. Это, знаете, нету, сейчас я вам скажу, нету мотивации просто. Не сильно надо. Поэтому. Хотите? Я не знаю, как в тиктоке выходят в совместный прямой эфир. Вы можете ко мне постучаться, я вас приму и мы с вами поработаем. Вот. А, вот, здесь уже стучатся. Ну-ка, Рита, это кто? Нужно написать благодарность каждый день? Нужно. Если ты привыкла говнить и... О! О, здравствуйте. Как вас зовут? Вы из какого города? Я из города Ктау. Рита зовут меня. Рита, ага. Ситуацию какую-то сформулируй и давай с картами поиграем. Давайте с картами, потому что уже который день сформулирую. Помогает, значит, как совет, да? Ага, ситуацию давай. Азвучи. Ну, не знаю, сейчас много же таких ситуаций. С чего начать-то, например? Житая, наверное, да? Сейчас в данный момент меня волнует, допустим, да? Некоторые вопросы касаемо жилья, да, допустим. И не могу себя именно... Попал в одну яму и с этой ямой только-только выхожу только после пяти лет мучения, так скажем, да? Не могу себя найти, в общем. Выбирай. Вот я буду висеть, говори, где остановиться. Здесь. Вот тут. Пойдет? Да, да, пойдет. Ну, здесь, короче, смотрите. Теперь работает вот так примерно. И теперь посмотри на картинку и скажи свои первые ассоциации. Что видите? Крик души, что ли? Женщина, которая не может никак достучаться из себя, что ли? Такое понятие у меня, не знаю. Первое, на первый взгляд. А что у тебя в душе происходит? О чем кричит твоя душа? О том, что, грубо говоря, запарилась бороться с трудностями жизни. Не кончается. Одна заканчивает, другая приходит. А что для тебя есть боль? Боль то, что в данный момент, ну, как сказать, ну, все, наверное, так живут, да? Мне как-то больновато, что я без, как сказать, без поддержки, что ли, как объяснить. Ну, то, что я сейчас одна со своим сыном, да, маленьким, которым мы шесть лет. И я за мужика и за женщину, ну, за отца и за мать, короче, да? И никак не могу понять себя, короче, да? Трудно мне очень. Откуда у тебя эта боль взялась? Ну, не знаю, за то, что я, наверное, развелась с мужем. Ребенок был у меня маленький, месяца не было, да? Ну, так получилось, так скажем, да? А причина в том, что он много выпивает, ходили, куда, ходили в больницы, там, лечили, ну, ничего не помогают ему. Потом у него уже стадия пошла такая крайная, да, начал все красть, короче, карманы. У тебя с папой отношения какие? А? С папой какие отношения? Хорошие. Он есть присутствовал в своей жизни, воспитывал, да? Нет, он воспитывал у нас, я выросла в полной семье, вроде бы, у нас четверо, я выросла в полной семье, просто у меня не сложилось, когда я вышла замуж, у меня все перекосяк пошло. До этого даже думал, что я хорошо зарабатывала, хорошо работала, так скажем, да? Как замуж вышла, родила ребенка, ну, начали свои трудности, начиная с мужем, который начал уже выпивать, там уже на меня, короче, наезжать, на ребенка, короче, да? Вот. Такие вот нюансы. А сейчас уже, как уже пять лет уже прошло, как я с ним рассталась, да, допустим, да, я его отпустила, как сказал, у меня была до последнего обида была, да, на него, то, что он испортил мою жизнь, то, что я одна осталась ребенком, мне будет трудно, как я буду воспитывать, тем более мальчик, когда он будет спрашивать про отца, что я буду говорить, типа, да, такие мысли у меня были, загоны были своих. Потом как-то начала себя успокаивать в том плане, что я работаю уже, я уже могу воспитывать, могу же воспитать нормального ребенка, да, без мужа, все же так воспитывают, таким образом я начала себя обрабатывать. Мозг меня начал уже более-менее понимать, что я не последний человек в земле, что я воспитываю одна, да, ребенка. Вот, сейчас у меня легче уже, намного легче. Вот, такие вот нюансы. Сын, про которого я говорил. О, привет. Ему шесть будет в сентябре, в конце сентября. Угу. Вот, сейчас у нас в данном моменте жилья нету, вот это все, вот это все волнует меня, что мы без жилья никак не можем квартиру получить, так скажем, от государства, да, и хотя бы даже от жилья не можем получить. Вот это все у меня, так сказать, загоняет, как это будет дальше, да, как я буду делать. А ты чем работаешь? Я до этого работала медицинским работником, фельдшером общий практик, 10 лет отработала, потом вышла в декрет, после декрета я не возвращала, потому что некому за ребенком, за две родители, за на работе, свои дела, а я за ним сейчас в данный момент. Он сейчас в первый класс пошел, и в данный момент я просто подрабатываю, как так скажем, да, где получается. Что делаешь? Ну, сейчас мы, я работаю сейчас в прачке, прачке работаю, да, временно, потому что по своей профессии не могу выйти, пусть, думаю, подрастет, потом я вернусь в своей профессии, так скажем, да, вот, такие вот дела. Вот это все в голове вот крутится, почему я так работаю, я же могу же работать в медицинском работе, я же отучилась, я же отработала, и у меня же опыт, да, целых 10 лет, да, что я делаю, ну, со мной какая-то, она держит меня, и со мной вот ничего не меняется, так сказать. Так, еще раз карту выбери. Хорошо. Ну, давай. Стоп. Вот здесь, последняя. Вот эта? Да, да. Мамка. Вот, смотри, сейчас что видишь. Южный свет, там с этого належа. Угу. И еще? Я так очень, как выхожу из своей, ну, вот это, то, что меня держит, вот эта вот темнота, да, где я последний год живу, вот, и мне так кажется, не знаю, я уже нахожу путь, выход, да? Мама, мама. Супер. Мои трудности, да. Ага, ой. Мои трудности как будто остаются за стеной, да? Угу. Не знаю, мне так кажется. Молодец, хорошо. Значит, не все потеряно, надежда есть. Да, да, да. Угу. Я так думаю тоже. Какой выход ты видишь из своей ситуации? Что нужно сделать? Ну, надо работать. Надо работать, сперва, с собой надо работать, да? Начало, надо все, начинать заново, наверное. Я только думаю, надо себя, любить надо, потому что я перестала даже за собой смотреть, даже любить, перестала себя, как будто мне, вот, во мне не так. Мне ничего не нравится, допустим, да? Мне все ровно. Лишь бы прожить по этот день, да? Вот, заработать по денежке, да? Сыну что-нибудь купить, и все. Для меня этого достаточно было. А сейчас понимаю, что это неправильно. С чего начнем? Тебе сколько лет? Мне 34. 34 года? Да, да. Как думаешь, развитие личности из чего начинается в твоем случае? Ну, я знаю, себя, наверное. Угу. Что ты начнешь себе менять? Ну, сперва мысли в голове. Потом? Потом можно действовать. Что будешь делать? Ну, не знаю. Работать, наверное, лишь. Не знаю. Точно не могу ничего сказать. Я же говорю, только-только начало. Мозг очищает от вот этого негатива, да? Вот у меня еще до конца нет определенной точки. Вот надо вот это сделать, или мне надо вот это сделать. Вот не могу понять, не могу себя найти, да? Вот именно с чего начать бы лучше бы. Ну, я думаю, что сначала себя надо любить, себя начинать надо. Потому что в голове, в котором этот туман, да? Да. Что самое легко сейчас тебе изменить? Самое близкое что? Самое близкое? Не знаю, мысли, мне кажется. Потому что у меня один негатив в голове, один негатив. Что еще, помимо мыслей? Мысли тебя будут преследовать всю жизнь. Что еще можешь ты в себе изменить? Не знаю. Не знаю. Вот самое близкое, с чего можно начать? С окружением? С окружением, наверное, да? Я не знаю, это очень... Я же говорю, не могу ничего определенного вам сказать. Теперь смотри. На себя посмотри со стороны. Угу. Представь, что это ты, твоя лучшая подруга. Угу. Что бы ты ей посоветовала, с чего начать? Не знаю, честно. Алла? Алла? Потому что сама не могу себе ответить на этот вопрос. А подумай. А если бы знала, как сказала? Ты же знаешь. И ты об этом постоянно думаешь. Но почему-то у тебя нет эффекта от этого. Что нужно поменять? Не знаю. Не знаю, честно. Просто дайте совет. Что, чего, как. Подумай. Не знаю, это уж. Вот эта мысль, отношение к себе, любовь к себе. С чего можно начать? Что будет прям для тебя мотивацией? Что будет для тебя прям такой ценностью, когда ты поймешь, да, я это сделала, я могу. Что можно сделать с собой? Что самое близкое? С чего надо начать? Ну, наверное, соотношение, да? Соотношение. Не знаю, я точно, честно говоря, не знаю. Не могу ничего сказать. Потому что сейчас в данный момент ничего в голову не приходит, понимаете. Ее уже там написали внизу внутри. Да, да, да. Там что-то пишут. В отношении. Что нужно сделать? Для тебя это слепая зона, как будто. Что нужно сделать, скажи? Тобой? Чтоб ты была с собой довольна. Не знаю. Ну, может, внешность поменять. Не знаю. Что нужно излимить? Ну, не знаю. Внешность, наверное, к себе. Ну, что? Не знаю. Не знаю, что ответить, честно говоря. Говорю же. Я просто... Ничего в голову не приходит. Даже то, что вы намекаете, например, что, да, допустим? Даже вот это вот... Любовь к себе, это в чем выражается? Физически. Физически, это, наверное, поменять образ жизни, наверное. Образ жизни, прическу, так скажем, да, фигуру. Не знаю. Мне ничего не нравится тебе, допустим, да? Например, мне кажется, что я слишком полная, допустим, для себя, да? Не нравится то, что у меня... Бинго! Я тебе рекомендую просто, смотри. Очень важно было, чтобы ты сама это озвучила, потому что, ну, это... Я же говорю, оно же сидит внутри. Ну, да. Да? То есть ты каждый раз, когда смотришь в зеркало, ты собой недовольна. Да, да, да. От этого можно, там, бежать, там, еще что-то делать, где-то... Я же по себе знаю, я весил 120 килограмм почти, да? Ну, не почти, а 120 килограмм, да? И сейчас я еще на пути, там, к стройнению или, там, к чему, но... Красивое, стройное тело – это любовь, выраженная любовь к себе. Так или иначе. Мы можем, там, говорить, я себя и такой принимаю, и все, что-то большая, ничего страшного. Но это до поры до времени, пока не начнет ветер дуть с другой стороны. Почему? Потому что в какой-то момент это будет сильно сокращать твою жизнь. Продолжительности. Согласна? Да, да, да. Точно, точно. Вот. Поэтому я тебе рекомендую просто пешие прогулки, немножко диеты. И потихоньку-потихоньку это все куда-то выводить. Потому что то, что ты делаешь сейчас с собой, ничего не решится. Понятно. Людям помогают только тогда, когда ты начинаешь делать что-то сама. Ты даже ждешь квартиру от государства, еще ты ждешь еще от кого-то. И, бля, чего-то мне не дают. При этом ты как будто ничего не делаешь. Да, да, да. Такое ощущение, да, да. Я тебе сейчас метафору такую приведу. Люди вот так вот, они говорят. Вот ты закончил школу, университет, ты, не знаю, полеешь. Ты приходишь на работу, тебе говорят. Вот, держи лопату. Вот тебе лопата. Бери, давай, давай дальше, да. И мы хуячим. Там 10 лет, 15 лет проходит. Кто-то очухался. Через 5 лет кто поумнее. Кто потупее очухался. В 40, в 45 лет, да. И ты обглядываешься, и ты, сука, в могильной яме и одна. Понимаешь? Ты всю жизнь копала. Да, да. И ты оказываешься в яме, сука, и одна. И люди в такие моменты спрашивают. Я там в долговой яме. Я там без квартиры. Я ищу что-то. Что мне делать? Да, да, да. Вот это состояние. Да. Для начала прекрати копать, сука. О чем это говорит? Прекрати ныть. Прекрати на кого-то надеяться. Прекрати брать в долг. Да? Займись собой. Думай только о том, на что ты можешь повлиять. Если ты не можешь ни на что-то повлиять, значит, это тебя не касается. Понимаешь? То есть, не то, что можешь изменить. Для начала остановись хотя бы. Потому что то, что ты делала до этого, это ты не копаешь. И ты еще думаешь, я сейчас буду усерднее копать, и может моя жизнь изменится, но ты только залазишь глубже. Поняла. Поняла, да? Поняла, поняла. Видела ступеньку в этом, в картах? Да, да, да. А нужно бросить лопату и пойти по ступенечкам. Дальше подниматься, да? Дальше подниматься. Поняла? Что это значит? Ты можешь монетизировать те умения и навыки, которые у тебя уже есть. Потому что то, что ты там 15 лет копала вот этой лопатой, ты копаешь лучше всех уже однозначно. Ну, как бы это, да? И ты можешь, тем более это как бы медицина, это профессия, которая всегда нужна. Единственная проблема нашей медицины в том, что, ну, как бы, это социально немножко, это как хлеб, да? Да, да, хлеб. И внутри, как бы, поликлиники или где-то ты не сможешь заработать больше. Да, да, точно. Но если ты откроешь частную практику медсестры, ты будешь зарабатывать как академик, блядь. Ну, хорошие идеи подали. Не думала вообще. Хорошие идеи подали. Понимаешь? Да, я понял. Ты получила опыт, где ты кидала, да? Сегодня ты кидаешь точно лучше, чем многие. Понимаешь? И теперь нужно выйти из системы и начать частную практику. Ставить за деньги и по капельнице ездить. Ставить уколы, блядь. Вот так нахер. Понятно, понятно. Все поняла. До этого я так зарабатывала же. Заработала и хотела, всем систему ставила. Я в войсковой части работала, в военном госпитале, да, вот в 22-м, который при КМБ. Там работа, после работы прихожу, иду там капельницы всем военным делать. Такие хорошие деньги зарабатывала. Потом что-то перестала после замужества. Вот это все у меня, вот эта рутына меня забрала. И в этой яме сидела долгое время. Не могла выйти. У меня депрессия была. Пусть родовая депрессия у меня была, понимаете? Вот эта вся чаша сразу. Все. Жопу в горсть и начинай работать, поняла? Жопу в горсть и начинай работать. Есть программа 7-20-25. Слышала? Да, да, слышала, да. Иди узнай, заработай на первоначальный взнос и купи себе квартиру. Все, поняла. Буду заработать, улучшать свое. То, что не сделано, еще сделаю. Аллилуйя. Я надеюсь, тебе было полезно. Что ты поняла отсюда и что инсайты? Скажи один, два инсайта, три, может, если есть. Ну, то, что, как я поняла, то, что надо, вот то, что вы сказали же. Не надо стоять на одном месте, надо идти дальше, работать. Вот, так скажем, да? То, что я поняла в данный момент. Я буду работать, буду искать то, что вы, как сказали, например, хорошую идею дали. Что по поводу практики, да, допустим, даже в мыслях этого не было. Я до сих пор думала, вот, а сейчас посижу дома, пока она подрастет, обратно пойду в это свое дело, да, лечебное дело же закончилось. Дальше буду работать. Приказ свой получил. И дальше на государство буду работать. Я так думала. А сейчас хорошую идею подали. Хорошую идею подали. Подумаю. Над этим тоже хорошо. Как раз. Не надо думать. Вот здесь, вон, тебе пишут. Скинь номер, я раскидаю, вон. Часто спрашивают, вон. Меруэрт, ну, себе подпишись на нее, прям нажми. Хорошо. Сейчас найду. Иди работай. Все, спасибо. Все. И худей. Худею. Начинай я худеять сегодня. Не начинай, иди худеять. Ну, как бы, иди, прям, занимайся собой. Спортом занимайся. Давай. Начну так. Спасибо. Можешь просто эфир закрыть, она вот потом... Ага. Вот. Кого там... Заинтересовала нецензурная брань? Супер, спасибо. Меня за это блокируют постоянно, но этот... Кто еще хочет? Давайте раскидаем еще кого. А, вон, там еще кто-то есть, да? Анна Айвераз, Айверазал. Конечно, главное заниматься... Здравствуйте. Здравствуйте. Очень неожиданно благодарю вас. Откуда вы, из какого города? Вас зовут Аня, да, я так понимаю? Из города Алматы я. А, классно. Ага. Рассказывай ситуацию, что хочешь посмотреть? У меня с появлением сына, моему сыну сейчас год и три, очень сильно болит, начиная от плеч до шеи. Ну, я постоянно занимаюсь стрейчингом, спортом, я не запускаю свое тело, я вполне такая стройная девушка, активная, но боли в спине, они не прекращаются. И недавно я вышла на работу после декретного отпуска, и у меня боли очень сильно усилились. Я не знаю, с чем это связано. Это связано с гиперконтролем, это первое. Это связано с тем, что работать совсем не хочется. Это связано с тем, что после родов, после родов смещается таз, очень, ну, часто. И вся спина там, ну, летит, шатя свинячим, да? То есть это нужно вправлять. Это можно вправить, вы приходите ко мне на сеанс или где-то этот, это физически вправляется очень легко. Второе. Есть эмоциональная составляющая, это, то есть, гиперконтроль. Это есть недоверие людям, это есть чужие проблемы на себе, когда тащишь, это вот все оно. И когда оно все стискивается, копится, то у тебя вот это все сковывает. И начинается вообще вот отсюда. Это истерики еще недоплаканные, недовытащенные. Это вот здесь еще. То есть из-за этого весь корсет мышечный начинает неправильно распределять нагрузки. И у тебя спина еще смещена, и оно, короче, усугубляет друг друга. То есть физически тебя подламывает и эмоционально еще схлопывается тоже. Есть еще послеродовые депрессии, которые затяжные, да? То есть ты родила и потом проходит там вроде справилась, и потом они накатывают через год, через два, через три. То есть это срывы, которые не вышли. Их тоже очень важно выпускать время от времени. Вот. Это вот, ну, те причины, которые, ну, у 90%, наверное, девушек, которые рожали. Да, вот насчет последнего я особенно согласна, потому что у меня была, да, затяжная послеродовая депрессия. Потому что у меня детки-погодки, вот, и это второй ребенок, мне было тяжеловато, и у меня была сильная депрессия. И я думаю, что она до сих пор у меня не вышла. Это, поэтому это в комплексе надо решать. На самом деле, ну, я там грыжи лечу иногда, там еще что-то, вот, просто вправляю, там, два-три сеанса, четыре иногда надо. Но я перестал это делать, потому что это бесполезно. Потому что человек уходит из кабинета, вот так ему позвонил, на кого-то наорал, и все, спина вся слетела, чертян свинячим, да? То есть эмоции, они как бы первичные. А вообще лучше делать эмоциональные части и делать физически вправлять. То есть нужно сброс сделать эмоций, то есть проплакаться, прокричаться, там, этот, а потом уже вправлять спину. Тогда это надолго, возможно, если нету источника стресса. Угу. Угу. Ну, мне, в принципе, все понятно, и я благодарю вас за ответ. Пожалуйста. Я, ну, в принципе, да, я предполагала, что так, потому что действительно пора мне уже пойти к мануальному терапевту, к кинезиологу, вот, и вправить свою спину. Вот, вот, и, конечно, эмоциональные переживания тоже во мне живут до сих пор, они не вышли. Да. Ты, в общем, приходи, я тебе все вправлю, я тебе говорю. Хорошо, приду обязательно. А то, что такая кинезиолога, пойду еще куда-то. Я ей тут 20 минут объяснял, что надо все вместе делать, а да, я пойду. Страшно, что ли? Страшно. Не бойся. Только к вам люди обращаются с более такими глобальными проблемами, чем моя спина. Не, у тебя, это же серьезное тоже, вот этот, ну, как бы, честно сказать, у тебя должны быть панические атаки. Я не знаю, есть или нет, но иногда должна накрывать. Потому что нету, ну, слава богу, тогда все. Вот. Потому что после родовой депрессии обычно потом, ну, оно, как бы, подходит туда. Ну, бывает, скажем так. Просто я боюсь, что у меня это еще усугубится и пойдет глубже. Поэтому уже, мне, я уже подошла к тому моменту, чтобы уже начать заниматься этой проблемой. До этого я как будто была не готова. Хорошо. Вот. В общем, если решишься, пиши, там смотри. Хорошо. Благодарю. Большое. Угу. Пожалуйста. Пока. 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 Посмотрим, кто здесь. Закрой эфир. А то ты. Да, сейчас. Ага. Здравствуйте. А? О, серьезно, что ли? Здрасте. Это может быть, да? Или как? Возвольт? Да, здрасте. Ага, здрасте. Я пошла на улицу. Ага. Ой, я так рада вас. Ну, послышала. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в Астане, да, я так понял? Нет, я в Караганде. Ага. А то смотрю, погода как в Астане. Да, рядом, рядом. Ага. Как дела у вас? Все хорошо? Я так рада. Я неожиданно, что вы приняли мой запрос. Спасибо, что постучались. Есть ситуация? Что делаем? Ну, я не знаю, чем мне заниматься. Есть работа, работаю. Теперь хочу заняться своим делом. Обучилась на тренера, базовый курс по встречингу, прошла. Вошла в ЛР, компанию ЛР, знаете, да? Начала ЛРом заниматься. Заказала через сайт в Европу. Хочу носками, щуками заняться, не знаю. Вот стоит чем-то одним заниматься или заниматься параллельно? Ты мое мнение хочешь? Да, хочу. Больше хочу. Вообще можно заниматься сколько угодно делом, любым. Их может быть одно, оно может быть, их может быть 20, но нужно преуспеть хотя бы в одном. В течение пяти лет. Ну, или в течение двух лет, если хочешь. То есть ты выбираешь какой-то, допустим, тренер по встречу, достигаешь там успеха. За два года ты становишься лучшим тренером по встречу в Казахстане. Или сегодня очень важно быть популярным, да? Или самым популярным тренером по встрече. Да, да, да. После этого занимайся ЛРом, хоть чем занимайся. Либо ты занимаешься ЛРом, становишься там каким-то там бриллиантовым хреном, его знает кем, зарабатываешь там, я не знаю, 10 миллионов в месяц и занимайся своим встречингом потом. То есть, если ты будешь распыляться в начале, это будет сильно растрачивать твою энергию. Вместо того, чтобы усилиться в одном месте, ты усилишься в двух, ну, и они оба не пойдут. То есть может не хватить сил, да? Или может не хватить внимания. Поэтому очень важно достичь успеха сначала в чем-то одном, а потом к нему уже приклеивать что-то. Поняла? Ну, в принципе, вот вопрос такой был. Ну, хорошо. Все, спасибо. Давай, пока, приятного вечера. Да, и вам. А как выйти отсюда? А просто закрой эфир и все. А, хорошо. Потом опять зайдешь. А, я не выходила, как покинуть? В правый верхний угол, а, вот, да. Кто там еще? Здесь есть Мюрлан от Кюбе, ой, где? Всем привет-привет. Нурлан, добрый вечер. Приветствую, Игорь. Вы из Активинской. А, ты же елки-палки, Нурлан. Как дела? Что, я думаю, узнаешь. У тебя что-то это там, да. Лицо извинилось, что-то произошло. Да, мы сколько не виделись? Года три? Ну да. Четыре. Да, что, как дела? Как дома? Хорошо, все, спасибо. Вот, каждый эфир наблюдаю, заряжаюсь. Спасибо. По поводу, как бы, эфира ситуации. Знаешь, вот, пробовал много там, допустим, как-то худел хорошо, да, принц, пробовал. Потом спортом занимался активно, как-то в пять утра вставал. И вот сейчас, знаю, какой-то вот полгода застой идет. Вот прям вот батарейка села, не могу себя дернуть. Я вот знаю, вот классно, вот сейчас даже иногда по времени расписал, там, в пять утра встать. Тем-тем позаниматься, туда-сюда успеть, все вот так вот, как бы в драйве жить, кайфовать. Вот все вот планирую, классно, с утра, бля, встать не могу. Знаешь, почему? Потом то, потом хожу, забиваю, короче, на все. И так вот, вот в таком формате, короче, и как-то вот раскачаться, думаю, как-то, что-то мешает, короче, непонятно. Смотри, сейчас, ну, я сейчас не буду такие немножко для многих вещи говорить, непонятные, может быть. Сейчас Земля меняет частоту вибраций Земли. Да, то есть Земля переходит на высокие, более высокие частоты. И это, я думаю, любой человек, ну, вот, более-менее чувствительно уже чувствует. Те, кто не чувствует, они уже видят, что когда происходит какая-то дичь вокруг, да? И те методы, которыми мы раньше жили, они сейчас ломаются. Вот эти все достигаторские штуки, они не то чтобы отваливаются, но они перестают работать. Прикольно. Прикольно, да? И поэтому, когда ты все, когда ты был достигатором, и ты такой, да, давай, там еще, еще, да? И оно работало, сейчас эта фигня не работает, во всяком случае на мне. Я вот помню себя на достигаторство, ну, как бы, включить. Я же, ну, явно проявленный достигатор, да? И у меня нету драйва. Я вот смотрю, и нету энергии в этом. И я вот разбирался, что это такое, и в оконцовке выясняется, что нужно делать то, что тебе действительно нравится. Сейчас это уже не пустые слова. Если до этого, там, говорили, заработай бабла, потом делай, что хочешь, да? То, что ты хочешь. Сейчас уже так не работает. Сейчас сразу надо находить то дело, которое тебе по душе. Если тебя что-то не устраивает, лучше оставь. Понимаешь? То есть, телом нужно, вот, допустим, там, похудение, да? Или там вот это состранение. Нужно заниматься не из-за того, что там люди говорят или что-то, а из любви к себе, по-настоящему. Тогда оно получится. А вот это вот надо худеть, надо что-то бегать. У меня тоже, я так, сколько раз уже поломался, худел, знаешь? И не добегал, и ничего не получалось. Или там, худел на 5 килограмм, набирал 15, блядь, да? И туда-сюда вот так. Вот. И сейчас я иду к тому, что изнутри, что это нужно мне, для себя. Ну, на всех плевать, вообще, мне нужно это для себя. И оно стало сдвигаться. Потому что я для себя хожу, для себя там бегаю, для себя ем там что-то. Для себя это. То есть, сегодня достигаторские вещи, еще раз говорю, они уже все. Они присутствуют, но их уже не надо там 90% достигаторства. Достигаторства нужно уже процентов 50-40 достаточно. Остальное все намерение будет делать. Уже можно, по-другому, будет сдвигать туда. Да, создай намерение и энергию в том, что тебе нравится. Я вот сейчас, знаешь, если вот смотрю какой-то проект новый или что-то еще в жизни хочу, я смотрю на внутреннее состояние себя. Вот, допустим, я хочу эту вещь покупать или нет. Если у меня энергия идет, я покупаю. Если нет, ну, нахер, не надо мне. Вот, кстати, меня много людей таких сейчас окружает, которые по интуиции все делают. Они не могут это объяснить, как-то вот накидываешь и логически, и так, и так. Там бизнес-план какой-то, они вот как этот, как индикаторы, короче, выбирают. Бизнес-планы не работают, все. Нет, нет, я так говорю, вот вокруг много таких людей, кто вот по интуиции. У меня же как бы с интуицией там тихо все. Поэтому я их часто не понимаю, но прислушиваюсь как бы вот в таком формате. Я сейчас тебе, всем объясню, я это объяснял. Вот вы можете сейчас сесть и вот так сжаться, да, прям вот все тело напряги. Вот сожмись вот так, прям напряги, все, вот ноги все напряги. Вот все напряги, глаза закрой и вот почувствуй этот дискомфорт и сжатие вот это. Почувствовал? Да. Еще держи, держи, не расслабляйся. Держи, 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 держи. Теперь резко расслабься. Ага. Займите, ну, удобную позу. И расслабься, и почувствуй вот это расширение. Да. Да, вот почувствуй в этом побудь, прям. Угу. Теперь, когда тебе что-то хочется, и посмотри, тебя это сжимает или расслабляет. Если тебя это расслабляет, бери. Если тебя это как-то сжимает, и тебе дискомфорт, лучше не делай. Угу. Все. Все, понял. Так можно покупать вещи, так можно покупать, ну, вот, более что-то, это, то есть, это вместо интуиции, это тем, кто, ну, привык вот так сильно что-то чувствовать. Ну, у меня вот руки, вот, они вообще, как будто постоянные, не знаю, после штанги, короче, у меня мышцы все время упругие. Да, это ты просто привык, ну, вот, ну, в достигаторские вещи, ну, я тоже так привык, я уже год от этого отхожу, и потихоньку, кажется, получается. Угу. Вот. Поэтому, ну, в достигаторские вещи потихоньку, ну, их, сделай их меньше. Жизнь легче будет раза в два. Все, и теперь главный вопрос, вот, к тебе когда приедет? Честно сказать тебе? Вы что-то к нам вообще перестали ездить, да? Я вообще по Казахстану перестал ездить, потому что, если честно, у меня тело устало летать. Ага. Я вот, ну, сейчас, это, скорее всего, со следующего года я начну, но пока я, мне надо очень, этот, ну, во-первых, мне килограмм 15 кинуть надо. Угу. Вот, а потом уже, этот, я буду, ну, возобновлю вот эти полеты все. Все равно это... Потому что я в основном прилетаю, у меня два дня, у сноса кровь идет, давление, короче, этот, уже не выдерживаю я самолеты эти. Угу. Поэтому дайте чуть-чуть в себя приду, я обязательно приеду. Все, 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 хорошо. Ну, Игорь этот, как его, дико интересно карту дернуть. Давай, давай. Ситуацию скажи. Так. Вот, хочется, знаешь, как бы все, в принципе, окей, нормальными делами занимаюсь, как-то и ребята неплохие. И работаем, все моменты, но вот внутри вот эта какая-то тема душит. Хочется что-то все-таки больше вот этой амбиции куда-то вот. Давай, что мешает раскрыться амбициям, да? Нормально? Да. Давай. Говори, где? Вот это вот. Выше, выше, выше. Вот тут? Вот, вот, прям под пальцем указательным. Вот это? Да, да, да. Ну, это прям про тебя, дорогой. На. Учение свет. Прямо сквозь книгу. Дверь. Это что, говорит, перестать думать, делать или как? Это вот те знания, которые ты получил, уже просто воплоти, и все. То, если вдруг чего-то не хватает, по пути возьми и выучи. Я просто думаю, да, в большой город рвануть куда-то, еще что-то вот в таком формате. Например, куда? Ну, хотя бы с Астаны начать. Ну, вообще легко же, что? Что здесь рядом тебе? Ну, как-то. Чувствую, скоро уже. Давай уже рванить что-то. Тебе, знаешь, вот так, ничего не мешает что-то попробовать две недели. Ага. Приедь не навсегда, приедь на две недели, потом разберешься. Все, все. Все, Игорь, Ахмед. Все. Удачи. Давай, тебе тоже удачи. Всем привет. Все, ждем в октябре. Хорошо, обязательно. Ага, счастливо. Давай. Закрывай эфир. Ага. А тут вопрос поступил. Так, подписаться на Т6П что? Здравствуйте, Игорь, бессонница, пятые сутки. Что нужно пить? Я не знаю, что нужно пить, но очень важно, чтобы... Короче, иди прорись, и у тебя все выйдет. Проведи там 15 километров, и у тебя все пройдет. И будешь спать. Просто нужно довести свое тело до изнеможения, либо приходите на сеанс. Потому что 5 суток не спать, это очень, очень плохо. У меня даже видео есть, где там женщина не спала 3 месяца у нее. Прикиньте, она не спала. Она не спала 3 месяца. И очень это хреново, если честно. Вот это кто-то знакомый. Это уже была кто-то. Ну, давай. Детокс. Что там? Добрый вечер, у меня страх пройдет. Я знаю, и... Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже были или нет? Нет. И не было. Вы просто похожи. А, да? Это с кем так похожи? Девушка была вот русская, кажется. Недавно которая? Да. Нет, я по аккаунту смотрю, как будто вы были недавно. Нет? Я вам комментарии писала, может, поэтому... А, да. Вас зовут? Галия. Галия. Да. Рассказывай, с чем пришла? У меня несколько вопросов, можно? Давай. Давай. Первое. Панические атаки. Угу. В машинах, на улице, но чаще всего в машинах. Угу. Я из-за этого не могу свои дела делать. Уже несколько лет дома сижу. Работа у меня на дому. И меня это останавливает прям. Ты из какого города? Алматы. Алматы. Во-первых, я рекомендую, приходи. Я же боюсь. Ну, я тебе говорю, приходи. Как я к вам доеду? Я не знаю, ты замужем? Нет. Короче, приедь, поняла? Страшно. Или ты хочешь, чтобы я приехал, тебе там... Ну, если вы приедете, у меня соседки есть. Так что у вас здесь очередь будет. Очередь будет. Хорошо. Короче, смотри, это нужно по-любому на сеанс, потому что... И желательно, ну, как бы, скорее всего, их нужно будет два или три. Если ты не будешь сдерживать себя, то, в принципе, хватит одного сеанса, достаточно будет. Вот. И все близкие тоже считают, что я очень ленивая. Глубоко где-то внутри я знаю, что я смогу, но не хочу просто. Что-то меня останавливает. Так, смотри, когда у тебя панические атаки, у тебя хроническая усталость по-любому должна быть. Потому что это очень сильно изматывает, это очень хреново это. Люди, которые не понимают, что с тобой происходит, им кажется, что ты ленивая, что ты сама, короче, гонишь сама, там еще что-то, и хер тебя кто-то поймет. Потому что это не понять тем людям, которые в это не попадали никогда. И только человек, который, ну, понимает, что это такое, он никогда не будет смеяться или, там, как-то к этому относиться, ну, так, пренебрежительно. Потому что это реально физически хреново человеку. Да. То есть ты на него смотришь, все нормально, и все такие думают, да, она гонит, блядь, не обращайте на это внимания уже. Точно. А тебе херово, блядь. Понимаешь? И ты не можешь объяснить, ты не знаешь, на кому пойти. И вот этими, и сложно интерпретировать или как-то объяснить вот эти душевные боли. Потому что много людей, которые их не испытывают пока, да, до определенного времени, и они вот это начинают как-то высмеивать не в ту сторону. Поэтому я рекомендую, ну, хочешь, мы можем сейчас поработать, если тебе, ну, как бы на камеру нет, но если здесь что-то будет, это все, ну, рассержируется. Я поняла. Получше индивидуально, да? Вот, да, ты можешь индивидуально прийти, ага. И мы это все тряханем как-то. Вот я просто не могу понять, что причину. У меня была опухоль в голове, я ее вылечила. И примерно в то же время я попала в аварию. Но авария была не сильная, но испугалась я очень сильно. И вот не пойму, с чем именно связаны панические атаки. Ты любой страх, вот смотри, что такое паническая атака, примерно, ну, вот на трех пальцах я тебе объясню. Человек испытывает стресс какой-то, страх, да, на него напали, машина там сбила, еще какая-то сегодня случилась. Человек вместо того, чтобы там сделать а-а-а, там прокричать или что-то еще, он делает просто вот так. А потом, потом, любой триггер, который вот рядом будет тебе угрожать, будет вызывать тот же страх, который ты испытала, когда тебе машина сбивала. Понимаешь? Это примерно вот, ну, вот так на пальцах, что такое паническая атака, чтобы, ну, чтобы людям было понятно. И при этом, что хреново в этом? Эта паническая атака возникает тогда, когда ничего не случается. Да, на ровном месте. Это может быть просто там горячий чай, который у тебя чуть-чуть пульс участил. И у тебя, блядь, истерика, понимаешь? Да. Это может быть просто проехал рядом автобус, и тебе кажется, что он тебя может задавить, и у тебя опять паническая атака. То есть из-за всякой херни у тебя просто дикий страх, когда ты, ну, на самом деле тебе ничего не угрожает. И поэтому человек, который со стороны, он думает, блядь, капец, гонит она, ну, он же вот, блядь, два квартала проехал мимо. Да? А у тебя уже стресс. Вот. Что нужно делать с этим? Этот страх важно допрожить. То есть нужно прям в него сильно окунуться и из него выйти. Угу. Поняла? То есть что делается? Ты испытываешь страх вот такой величины, ты его запаковываешь, и он у тебя вот так стоит. Как только он начинает выходить за рамки, у тебя паническая атака. Ты чуть-чуть испугалась, проплакалась, у тебя раз, опять та же норма, опять ты сидишь. Угу. Вот это так. Все. Ну, если еще один раз это пережить, это не страшно. Главное, чтобы не несколько лет опять. Да. Пять лет сиди дома. Ну, у меня, знаешь, я тебе сейчас скажу. Это чтобы ко мне как-то приходил мужчина, он то ли полковник, то ли кто, да, мастер спорта по вольной борьбе. Он говорит, я не могу выйти из кабинета. Я не могу выйти из дома, я боюсь. Его ко мне привезли два человека, везли одного. Скапельница, блядь. Потому что ему казалось, кажется, что у него сердце становится. Понимаешь? И мы с ним работали, это же было очень смешно, я на нем сидел, а он меня таскал на спине в кабинете, отпустите, пожалуйста. Понимаешь? А он сильный физически, мне было очень с ним сложно, но у него прошло. Сколько сеансов понадобилось ему? Один? Но там я тебе предупреждаю, надо будет умирать. Наверное, не привыкать уже. Если ты посмотришь в ютубе мои сессии индивидуальные или в инстаграме найдешь, там прям надо вот до талла, прям умереть надо. Примерно видела, да. Вот. Поэтому, но там вопрос в том, что больно до тех пор, пока ты не отпустила. Пока ты держишься за свой страх, это больно. Как только ты... Все, нету. И последний вопрос, можно? Давай. Последний пост у вас был, там обиды на родителей и на увеличение денег. Где это найти? Чего? Вы сказали, можно дома это министировать, аффирмации. Это все в ютубе? Да. Это в ютубе есть аффирмации для женщин у меня на канале, есть письма прощения, есть прощение денег, есть прощение родителей, есть прощение... Что еще? Все вроде. Самостоятельно это можно, да? Это можно, да. Но это нужно, знаешь, до талла делать. Вот прям фатально это надо делать. Это не нужно делать, ну, как это на пол шишечки. Это надо прям до конца. Хорошо. А карту можно? Давай. Ты ситуацию скажи сначала. Ты хочешь посмотреть, что тебя сдерживает? Или что? Давайте тогда уже на личную жизнь. Давай. Что тормозит для создания личной жизни, да? Да. Давай. Вот так. Какую карту, скажи, по счету или как там? Давайте вот самая крайняя. Вот эта? Где вас хорошо видно, да. Вот эта? Да. То есть ничего не сдерживает, все в моих руках, да? Все уже открыто, да? You can do it. Поняла, да? Спасибо вам большое. Да. Пожалуйста. Все, не отключаться. Все, давай, пока. Хорошо вам работы. Удачи. Вам тоже. Спасибо. Друзья, мы завершим, потому что у меня села батарейка на телефоне, я пойду все свои гаджеты заряжать, ладно? Все, друзья, давайте пока-пока. Всем приятного вечера. Мне было очень с вами приятно здесь находиться, поэтому bye. bye. Так, сначала здесь закрою, завершить, поделиться. Все, друзья, пока-пока. Всем до свидания, тикток. Надеюсь, вам понравилось, что-то вас стало мало, видимо, но неинтересно, да, чужие разборы, тем более вы как-то не видите. Вот. Поэтому всех благодарю. Мне очень приятно, что вы здесь со мной находитесь. Вот. Так что, давайте. Так, теперь тикток завершим. Закончить. Было людей тысяча триста. Так что, спасибо большое, другие, еще раз. Как это? Возвращающие мысли, да? Шучу. Ладно, давайте. Пока. Спасибо, друзья.